Всем привет, мои хорошие, с вами Канти, это канал GG Family, и мы продолжаем третий эпизод сломанной игрушки в игре «Ходящие мертвецы. Финальный сезон». Что ж, мы нашли сестру Тена, одну из сестер Тена Минерву, вторая Софи, к сожалению, мертва, и у нас есть план, как пробраться на лодку, чтобы спасти наших друзей. Сейчас мы идем искать Джеймса, нашего друга, который спас нас тогда, надвинув на нас стадо ходячих, и сейчас нам нужна опять его помощь, и помощь его друзей, ходячих мертвецов, конечно же. Надеюсь, мы его быстренько найдем. Только вот реально, как его искать, если он кочует, мы не знаем, где он. Как думаешь, много нас Джеймс ходячих соберет? Пятнадцать? Сотни? Тысячу? Клем, я не... Рана? Как будто у меня внутри кто-то щипается. И давай отдохнем здесь минутку. Мне кажется, ему надо было остаться там. Я надеюсь, что Эйджей у нас не убьет клемм. И я все думаю... Когда Вилли нес всю эту чушь про Тену, я так разозлился. Он вел себя гадко, а Тену там даже не было, чтобы за себя постоять. Я хотела сделать ему больно. Я знаю, что так нельзя. Но постоянно думаю об этом. Я захочется проймить в голову. Я пытаюсь глубоко дышать, пинать камни. Я знаю, что это сложно, Эйджеймс, но эти мысли уйдут. Можно только немного подождать. Ждать трудно. Я просто слишком много думаю. Знаешь, я думаю, наверное, я и на Тену злюсь. Бежать из-за крыти, когда Лилли напала на школу, было очень глупо. Но он просто не знает то, что знаем мы. А потом Вилли стал на него орать вместо того, чтобы научить. Почему другие дети не знают то, что знаем мы? Так почему бы тебе их не научить? Они умные, им просто нужно показать, что делать. Да, я хочу, чтобы Тен знал, как себя защитить. Мы можем помочь им стать такими же умными, как мы. Странно, почему люди такие разные, особенно в школе. Это же интернат для трудных подростков Эликсона. Трудных подростков. Трудности. Это плохо. Значит, они делали плохие вещи? Почему? Ну, иногда они делают плохие вещи, потому что с ними случались плохие вещи. Я знал одного врача, когда ты был совсем маленький. Он называл такой травмой. У тебя тоже есть травма. Ну, знаешь, ты не любишь, когда у тебя кто-то за спиной. Мне не нравится моя травма. Я хочу от нее отделаться. И как мне от этого избавиться? С этим очень сложно справиться самостоятельно, поэтому многим требуется помощь. Помощь врача? Точно. Но сейчас их мало осталось. Или помощь школы, да? Она же должна была помогать людям с их травмами. Да, должна была. А теперь они помогают друг другу. Они мне все еще нравятся. Наверное, больше всех не нравится Тен. Хоть он и делает глупости. Вообще, кажется, он мой первый настоящий друг. Да ну? Я думала, что это я, твой первый настоящий друг. Ну да, но это не считается. Ты старая. Ты старая. Вовсе нет. Ладно, тогда он мой второй. Первый настоящий друг. Ты старая. Клем тут всего сколько? 16-18? Не помню. Так, они возле этого лагеря. А прикиньте, если это не ходячий, а шепчущийся. Да нет, хотя это ходячий. Джеймса нет, только монстры. Господи! Джеймс! Ты ранен. Это сделали рейдеры? И кажется, у них были твои друзья из школы. Вы что тут делаете? Те дети, которых ты видел, мы идем их спасать. Но для этого нам нужно, чтобы ты помог расшевелить ходячих. Возможно, я мог бы помочь, но моя маска осталась в лагере. В сумке. Без нее я не смогу пройти сквозь стадо. Хорошо, мы достанем ее. Пожалуйста, только не убивайте их. Ходячих. Если вы сможете их отлечь, я проберусь мимо и найду свою маску. Отлечь их всех? Если сможешь. Я попробую. Чтобы выполнить поручение, Джеймс заглушайте ходячих, используя только Е. Да? Ой, что такое? А, все. Они все равно встают. Алло. Да беги! Что это стало? Блин, нас сейчас сожрут тут. Да я же нажала! Блин. Вот с этим оглушением вообще очень сложно. Блин, да где там мышка-то эта? Она не бежит, ни черта. Блин, опять я-то... Тихо. Да беги! Да ну опять! Да что за херня? Я не понимаю, как их отвлекать. Ну... Ну... Ой, этот бой меня вот раздражает. Ну, алло, где опять мышка-то? Да она никуда не ходит дальше. Блядь! Да я же нашел, она улет! Ну какого фига? Я не могу так. Это сложно. Когда ты еще ни черта не видишь, блин. Она и не бежит ни хрена, вот правда. Я ничего, блядь, не вижу. Да отходи! Ник, отходи! Так, вроде получилось. Не знаю, сколько я сейчас могу продолжать в том же духе. Нашел свою маску? Не могу ее найти. Должны быть лошади. Ага! Блин. Надо бежать. Эй, сюда! Эй, Джей! Нет, их слишком много. Телега. Телега, если толкнуть тешь, им их отличат. Маску-то заберите. Давай, давай, детка! Ох! Ох! Эй! 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 Да уходите уже отсюда! Эй, Джей! Эй, Джей, ты в порядке? Нет. Ага, укусов нет. Джеймс сопротивляет на то, что вы пощадили ходячих. Я знаю, что убить их было бы проще. Ты добрая. И я очень это ценю, правда. Правда? Милосердие. Но ваши отношения с Джеймсом изменились. У нас достижение милосердия. Спасибо, что помогли вернуть мои вещи. Итак, как ходячие могут спасти ваших друзей? Их держат плену на лодке недалеко отсюда. Мы не можем пробраться туда без прикрытия, иначе рейдеры нас пустылят. Использовать ходячие, чтобы пробраться на лодку, это же безумие. Это наш единственный шанс. Ему жалко их. Мне нужно кое-что вам показать. Чтобы ты поняла, о чем именно просишь. Джеймс. Нам все еще нужна его помощь, да? Да, нужна. Интересно, что же мы тут... Сейчас увидим, что же мы узнаем. Какую-то страшную тайну. Можем идти. Куда идти? Зачем идти? Что мы делаем? Еще чуть-чуть. А, какой-то домик. Это какая-то деревушка, что ли? Следовать за Джеймсом. Давайте, наверное, осмотримся, как всегда. Так, что это у нас? Сглянуть на двери конюшни. Климс, что это? Это называется солевой лизунец. Солевой лизу... Фу, давай, лизни его. А может, он вкусный, как чипсы, а не ведь соленые? Давай, лизни, если хочешь. Гадость! Мезость какая! Зато теперь ты знаешь его вкус. Учиться, стой. Ты его лизнула? Получено достижение. Ой, что-то... Подологнула чутка. Да что ж такое-то? Что-то на этой прям так подлагивает. Алло. Ну и что такое? Посмотрите, что-то в этой локации прям подлагивает. Что за бред какой-то? Причем нормально же все было. Да блин. Что такое-то? Ничего не трогала. Не знаю, почему подлагивает. Что-то... Идиотизм какой-то. Я что-то хочу все осмотреть. Вот заметили именно почему-то здесь? У вас это чипт валяется. Блин. Маска. Какая-то маска. От куклы, что ли? Свекольник? Наверное, все-таки игрушка какая-то. Дрожок диска брокколи из капустника. Понятно. Ладно, давайте подойдем. Да что ж такое-то? Мои люди. Мои бывшие люди. У них был обычай. Они называли его... Собиратель стал. Офигеть. Сколько тут ходячих. Их превратили в оружие. Я пытаюсь защитить их. Я знаю, что звучит странно, но за этим я вас сюда и позвал. Хочу, чтобы вы увидели их моими глазами. Как людей. Как людей. Как людей. Ну, не совсем людей, конечно, но... Что-то среднее. Часть нас все еще где-то там. Мало кто сейчас умирает, мы превращаемся не мертвые, не живые. Нет, Джеймс, это невозможно доказать. Я много чего странного слышу, но чтобы у ходячих была душа. Вот я и говорю, что представляю, как это звучит. Ты, брат, думал, что в чудовищах живут люди? Раньше я тоже так думала. Подумай вот о чем. Дорогие тебе люди превращались в ходячих? У нас да. Ли. Друг Клем. Она застрелила его до того, как он обратился. Чтобы он не мучился. Извини, так себе объяснился. Не хотел будить плохие воспоминания. Я годами живу среди ходячих. В каком-то смысле живу до сих пор. Вдали от нас они и безвредны. Невинны. Если хочешь, чтобы я вам помог, попробуй прогуляться среди них. Ёб твою мать! Попробуй потом еще рассказать, что они просто монстры. Они просто монстры. Они не люди и не друзья. Клем! Главное двигаться, как они. Если дело пойдет плохо, ты меня спасешь. Договорились? Договорились? Я... Да. Я всегда приду тебе на помощь. Я всегда приду тебя. Я знаю. Ух ты! Вот это квест, блин. Вот это веселая прогулочка. Ну, давай, Клем. Нам придется взгляд. Первое правило, мы не ходим поодиночке. Я тебя не брошу. Сейчас вернусь. Проверяем окна. Да. Не дай страху победить. Хорошо, так и сделаю. Мой маленький гуру. Маск не даст на тебя унюхать. Визи себя тихо и аккуратно. Трой колокольчик и смотри, что будет. Их, походу, здесь готовили к этому, ну, подготавливали, как себя вести сходить. Коснитесь ветряного колокольчика. Как же это страшно. Вот сейчас нас по-любому 50 раз сожрут. Тихо, 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 тихо. Не паникуем. Двигаемся, как они. Колокольчик. Не бойся, не бойся. Не бойся, Клем. Хоть мне самой страшно. Но я бы не смогла так. Они не рычат. Они все на него смотрят. Или они все на небо смотрят. Офигеть. Эй, привет, малыш. Все хорошо, я в норме, видишь? Он заспугался. Никаких укусов. Никаких укусов. Ну что, все еще думаешь, что они просто монстры? Ты видишь их в спокойном состоянии? Что ты теперь о них думаешь? Мне кажется, ты прав. С ними не все так просто. Возможно, они не так просты, как я думала. Серьезно? Ты первый, кто согласился. И спасибо. Я рад. Ты когда-нибудь убивал ходячих? Убивал ей не раз. А людей ты убивал? Убивал. Мы с этим покончили. Я тоже кое-кого убил. Эй, Джей. Ты кого-то убил? Он это заслужил. Ясно. Хватит. Что с ходячими? Ты поможешь нам спасти друзей? Я собирался, но не могу. Слишком много ходячих умрет. Прости, Клементина, у меня на руках ты так достаточно крови. Джеймс, тот ходячий в сарай с разными глазами. Как его звали? Звали? Ты о чем? А женщина там рядом с колокольчиками. Как звали ее? Я не знаю. Асим. Амар. Вайлет. Так, зовут мои друзей. Друзей, которых похитили рейдеры. Я никогда этого не забуду. Такой разговор серьезный, на самом деле. Для нее важны ее друзья, для него важны ходячие, потому что они тоже его друзья. Может, я и упрямая, но сердце у меня есть. Эти рейдеры жестокие. Они заставляют всех быть такими же. А если твои друзья хоть немного похожи на тебя, не сомневаюсь, что их стоит спасти. Потребуется время, чтобы провести их через лес к берегу. Их будет все больше и больше, пока они наконец-то станут стихийным бедствием. Вроде такой он сказал. Завтра ночью. Будь готова. Обратной дороги больше нет. Мне кажется, у них реально какая-то душа есть внутри. Потому что сейчас они все дергаются. А когда колокольчик нажал, ну я нажала, да, тронула колокольчик. Они встали и смотрят на него. Они реально как люди. Они были спокойны, не рачали, не дергались. Клем, когда ты скажешь, что там могут быть люди внутренних ходячих. Ты это серьезно сказала? Ну, наверняка не скажешь. Может, он прав. Может, смерть не такая, как мы думали до того, как мир изменился. Может, что-то остается после нашей смерти. Звучит странно. Но если ты в это веришь, тогда я тоже. Давай, Джей, вернемся, пока соседи стемнело. Да, вот так вот все три сезона думают, что это просто какие-то твари, которые хотят тебя сожрать и не больше. Что это уже давно не люди, у них нет ничего внутри, кроме призыва, там было какой-то жажды. Еще не видел никого похожего на Джеймса. А оказывается, что у них-то ведь на самом деле есть какая-то душа. Они не до конца мертвы, можно так сказать. Просто людские души заточены в ужасных телах. Мне кажется, так. И на самом деле, после того, как с Клем мы зашли... Буду говорить, что мы с Клем зашли в этот сарай, и я на самом деле пересмотрела свое отношение к этим зомби, мне их стало очень-очень даже жаль, что они мучаются в этих телах и не могут освободиться. Ну, то есть он крутой, не такой, как ты, конечно. Он не убивает монстров, но и не боится их. Он не боится их. Он крутой. Слушай, Клем, Вилли поделился моим планом. Как дела с тем типом? Ты про Джеймс? Он согласился помочь. Если бы мне кто сказал, что мы полезли на лодку, прячь из стадии ходячих, я бы назвала его сумасшедшим. Зачем они тебе? А, ну что ж, я просто хотела устроить последний эфист перед большой дракой. Плохое слово? Что, блин, такое эфист? Так называют большие вечеринки. Знаю, странно устраивать вечеринку, но нужно как-то взбодрить народ и поскорее. Другого шанса может и не быть. Я хочу приготовить сенчай. Можешь одолжить мне свой нагреватель? Что мне делать? Нужно приукрасить старую музыкальную комнату. Сделаешь нам какую-нибудь эфку-весюльку? Ладно, буду художником. Руби хорошая девочка. У нас же какие-то есть вещи, и нам дадут хоть их расставить-то в нашей комнате. Я сделаю доки декор. С декорацией. С декорацией. Он дико... Ладно, я за нагревателем. Декорацию он нам будет делать, всякие весюльки. Так, давайте, что же мы там расставим. Ну да, панчет. Как с ним играть? Берешь и рисуешь вот так. Круто. Он, правда, сломанный. Так, использовать панчет можно. Так, вот здесь что-то мы можем развесить. Повесить флажок. Так, нагреватель. Мы можем еще что-нибудь повесить. Как его зовут? Свекольник. Забавно. Ты хотя бы понял шутку? Нет. Эй Джей клевый мальчик. Веселый, веселый мальчишка у нас. Так, ну, вроде это все, да? Ну-ка, а что же использовать? Рисовать по памяти? Ну-ка. Это Ли. Это, наверное, определенно Ли. Куда она ее там положила? Клем, я все, посмотри. Одну секунду. Подождь. Давай посмотрим, что ты там нарисовал. Что за декорации. Эй, у тебя получается все лучшее. Скоро научишься рисовать не хуже, чем Тен. Ну, не знаю. Он очень круто рисует. Что-то случилось? Эй Джей? Что с ним? Я пока рисовала, думала кое о чем. Есть три вида глаз, Клем. Правда? Глаза живых людей. У нас такие. Глаза монстров, мутные и водянистые. Хотя иногда они у них совсем высохшие. И глаза живых людей перед смертью. Как когда ты убила Абеля. Мне показалось, будто ты погасила искру в его глазах. Он был злодеем. Знаю, не стоит о нем горевать. Я тоже его ненавидел. Кажется, со мной что-то не так. Вот что, Эй Джей, в твоих чувствах нет ничего необычного. Ты просто хороший мальчик. Я хороший? Вот бы порадоваться тому, что мы сделали. Так этого хочется. Я становлюсь по-настоящему умным. Вот как? Да, потому что постоянно думаю. И о чем же ты сейчас думаешь? Как тебя укусит? Как ты превратишься в монстра? Ага. Чем я старше, тем чаще я об этом думаю. Не знаю почему. И что потом? Сколько не прячься, сколько не осторожничай. Все равно. Этого не будет. Откуда ты знаешь? Не знаю, но в ближайшее время этого не произойдет. Этого ты тоже не знаешь. Ты просто храбришься ради меня. У меня до этого желудок болит. Будто сейчас пронесет. Эй Джей, я хочу, чтобы ты помнил тот наш разговор. Именно то, что нужно сделать в такой случае. Послушай меня. Если меня укусит, ты... Застрелись. Нет. Нет, не буду. Эй Джей, ты обещал. Мне все равно. Я не застылю тебя. Если тебя укусит, укуси меня. О, ты сейчас... Чего? Ты же не серьез? Я не хочу остаться один. Пожалуйста, не сердись. Я знаю, мы уже обсуждали это кучу раз, но не заставляй меня. Элвин Матша, если у тебя будет пистолет, ты застрелишь меня. Если пистолета не будет, убьешь ножом. Нет ножа, камня покоя. Сколько раз... Столько раз, сколько потребуется. Сказал же, не хочу. Мне все равно, что ты там сказал. Через не хочу. А мне все равно, что говоришь ты. Что в тебя, Эй Джей? Два упертых человека. Эй Джей, слово надо держать. Знаю. Ты еще не закончил, да? Джеймс сказал... Похоже, нет. Если что, если станешь монстром, часть тебя все равно остается. Ну, внутри. Если тебя укусит, а потом ты укусишь меня, мы останемся вместе. Просто это будет немного другое вместе. Как считаешь? Допустим, Джеймс прав. В монстре остается часто у человека, кем он был раньше. Но дело в том, что это никак не доказать. А раз доказать нельзя, то и полагаться на это тоже. Можно мне впадроль ненадолго? Перед вечеринкой? Конечно, давай. Будь осторожен. Привет, малой. Привет, Луис. Я иду в патруль. Так что, ходить в патруль теперь модно? Да, патрулировать очень модно. Че такое? Вот не знаю, не выходит из головы. Ты застелила Райдера, который меня схватил, но ты же видел, что они схватили и Вайлет. Значит, ты могла спасти ее вместо меня. Почему? Почему ты выбрала меня? Вот это вот разговор такой сейчас. Мне как-то некогда было думать, а поступила так, как поступила. Блин, мы не то ответили. Я знаю, что постоянно ее подкалываюсь, стараюсь, чтобы она закатила глаза, но знаешь, как она умеет. Когда, типа, изображаешь перед ней придурка, она прямо в глаза закатывает. Но я так стараюсь только потому, что когда мне их прямо дается ее рассмешить, она того стоит. Оно того стоит. Когда она была нужна, она была только как тут, с тюсоком в руке, всегда готова порубить моих обидчиков. Мы их вернем. Да, блин, так и будет. Вообще-то, я не только поэтому зашел. Весь этот замут Руби с ее вечеринкой натолкнул меня на одну мысль. Ты что задумал? Ну, раз уж, может, завтра погибнуть, так и не устроив настоящее свидание. Настоящее свидание? Да я подумал, что мы... Да чтоб тебя... Можем устроить его прямо сейчас. Ну, давай. Я никогда не думал, что пойду на свидание. Серьезно? Ты себя видела? Конец это или нет, но кто-то же должен был попытаться тебя хмурить. Ну, ладно, ладно. А что? Правда же? Много ты знаешь о свиданиях. То есть я знаю кое-что. Я нашел всякий журнал в кабинете директора с весьма интересными описаниями этих самых свиданий. Даже так? Что там было? Ну, например, там написано, что... Что-то, что человек ищет партнера и может много о нем рассказать. Ну, мозг, эффектная внешность, отличное чувство юмора. Вот это вот все. Ага, поняла. А тебя... Что привлекает тебя? Пожалуй, я предпочитаю хорошее чувство юмора. Ах, вот как, понял, понял. Подоловила меня. Но, кстати, в наше время труба. А за это стоит поднять тост. Тост? Разве их говорят не в конце? Ну уж я предупреждал, что мы недолго. Ну, что скажешь? Это наше последнее ночь судьи живых. А давай за то, чтобы все вернулись домой. Да, твой вариант мне больше по душе. Челкаемся крекерами. Вот тебе свидание. Ну что, увидимся. Вы даже не поцелуйтесь. Привет, Клем. Ой. Ух ты. Где ты нашел этот мяч? Он был в куче монстров позади одного из-за общежитий. Пришлось его надуть, было противно. Зато теперь он прыгает. И на этой ноте... И на этой ноте... Блин. Эйджей, все ты там вломал. Он классный, правда? Так круто. Тебе мне. Не зевай. Обнимашки. Обнимашки. Я тебя люблю, Клем. Я тоже тебя люблю, малыш. Ладно, пошли. Похоже, нас ждут в музыкальной комнате. Окей. Хорошо. Декорации. Ой. Конечно, с Эйджейм был тяжелый разговор. Прям... Когда он сказал, что я не убью тебя, ты превратишься и укуси меня, чтобы я был с тобой. И в этот момент просто у меня потекли слезы. Это такой момент, который раскрывает их именно такую жесткую близость в плане того, что они не могут друг без друга. Клем для него как сестра, мама, там, не знаю, лучший друг. И он не сможет без нее, хотя она всему его научила. В свое время такая же сильная близость была у Клем с Ли. Но когда они договорились, что если с ним что-то случится, она его пристрелит, она это сделала. Мне кажется, что если, не дай бог, такое же случится и с Клем, Эйджей это сделает, он сможет. Он и насильный мальчик, как и Клем. Так что, ох, прям, не знаю, больно думать о том, что, не дай бог, Клементина превратится или с ней что-то сделает. Это прям вообще для меня это будет самое ужасное, наверное, самое ужасное после смерти Ли. Ладно, ребят, давайте на это закончим. В следующей серии мы там уже будем тусить на вечеринке, на фесте. И пойдем спасать наших друзей. Так что, ребятки, если увидимся в следующей серии, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик и уступать в наши группы. Все ссылки в описании. На этом все. Пока-пока.